Как бы ты представился, кто ты есть? Сам себя, если представить, кто ты есть? Исследователь, который пребывает в радостном состоянии мировосприятия, идет по своему пути с открытостью и доверием к миру, и делится с людьми всем тем, что он познает на собственном опыте. Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Бридных и наш проект «Курс на мечту». И как ни странно, тот проект, который начался в путешествии на Байкал, именно этот человек вдохновил нас на это путешествие. Мы когда-то год назад, в конце мая прошлого года, были на встрече с Александром Удаловым, представляю вам его, и он рассказал о своем кругосветном путешествии. Именно в тот момент у нас щелкнуло, и мы с Никитой решили, что да, действительно стоит ездить, стоит путешествовать, и было принято решение. И вот сегодня такая уникальная встреча, когда мы можем Александру задать непосредственно вопросы, какие нас интересуют. В твоем путешествии тоже уже было такое исследование, есть какое-то представление о том, что это такое? Что это такое? Что такое счастье? Значит, я в своем путешествии проводил два вида исследования по поводу счастья. Первое, это я задавал всем встречным и поперечным вопрос, что такое счастье, и записывал их на видео, чтобы потом проанализировать. Второй вариант поиска ответа на вопрос, что такое счастье, это было мое личное задавание себе вопроса, что такое счастье. Я задавал его ровно 45 дней. То есть вот день наступал, день проходил, я в конце вечера задавал вопрос, что для меня сегодня было счастье. И в ходе вот этих 45 дней, и в ходе вот тех ответов, которые мне давали люди, сложилось вот какое впечатление. Значит, первое было то, что лежало на поверхности. Люди говорили, ну, это семья, работа, деньги, дом, комфорт. Для каждого очередность просто менялась. Для кого-то было важнее там деньги, для кого-то было важнее дети. Ну, неважно, набор был примерно такой. Потом... Он задумывался и говорил, нет, счастье – это все-таки очень сложный вопрос. И тогда человек начинал уже из внешнего мира уходить внутрь себя и задавать вопросом, а что же такое счастье? Ну, вот я для себя вывод, пришел к какому выводу, или это вот так родилось в ходе пути, что счастье – это некое внутреннее состояние радости, которое никак не зависит от внешних обстоятельств, от внешних вещей, которые я имею или не имею на данный момент. Вот внешний мир абсолютно никак не влияет на счастье, только мое внутреннее состояние. Ну, состояние – некая вот радость, да? И оно уже, получается, равно счастье. То есть счастье – это внутреннее состояние радости, удовлетворения, которое не зависит от внешних факторов. Да, да. Причем, знаешь, там были моменты, когда утром просыпаешься, и, например, дождь идет, а ты слушаешь себя и думаешь, а я так счастлив. Просыпаешься, и солнце светит, а ты слушаешь себя – счастлив. То есть вот привязки вообще ни к чему нет. Есть, а там дают деликатесы поесть, а ты счастлив. Дают воду попить, да, воду с хлебом, а ты счастлив. То есть такое удивление. Вау! Вещи, которые приходят из внешнего мира, они как бонус к тому состоянию, которое есть внутри меня. И они уже есть удовольствие, они счастье. Александр, а опять же, вот говорила о том, что планировать, не планировать, а мечты. Что такое мечты там? Я, с моей точки зрения, мечта – это некое ощущение своего предназначения в жизни и желание его выполнить. Вот это отличается от цели. Значит, каждый из нас приходит в жизнь с неким набором качеств, которые дают нам возможность реализовывать себя тем или иным образом. Кто-то умеет хорошо петь, кто-то играть, кто-то копать, кто-то цветы разводить. Много-много-много-много. И у нас вот это вот предназначение. И вот мечта – это, например, вырастить, вот садовнику, вырастить вообще какой-нибудь такой супер вот цветок. А повару создать какое-нибудь такое вот… Он создаст это уже блюдо вроде суперское. Он говорит, нет. И вот мечта она куражит. И она доставляет радость. Что такое цель? Цель – это чаще всего навязанная извне родителями, системой, общеустоявшимися взглядами, какие-то, значит, цели. То есть я хочу вот это, потому что у Васи есть. Я хочу вот это, потому что мама сказала. Я хочу вот это. Слушайте себя, не куражит. Да нифига, это не ваша мечта. То есть мечта – это вот в рамках предназначения. Есть ли какие-то такие рекомендации или инструкции? Как быть счастливым? Нужно. Первый шаг. Нужно взять два важных инструмента. Это осознанность и наблюдение. И начать отслеживать в себе подсознательные программы, которые в Вас есть. Что дает это осознавание? Оно дает то, что Вы из подсознания на осознание выводите эти программы, и они начинают терять свою силу. Вот. Второй шаг. Вы вот как раз приходите к своей мечте и говорите «Хо, так теперь вот я знаю вот это, вот это, вот это, вот это я хочу». И начинайте двигаться по пути осуществления своей мечты. Прислушиваться к своему сердцу, прислушиваться к тебе. Однозначно. И двигаться именно туда, куда указывать. Никак не опираться на какие-то там вот, не знаю, там, как они там, ну там, традиции, мнения, советы. Вот только сердце слушать. Сердце говорит, да, или оно отзывается теплом. Знайте, это Ваш путь, и смело идите по нему. Спасибо. Пожалуйста. Вот так, ребята. Следите. Александр Удалов. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok